Анатолий Владимирович, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником 3 июля. Вся Россия, кроме не исключения, отмечает День ГИБДД. Ну вот и первый вопрос. С каким настроением ваше ведомство к этой праздничной дате подошло? Третье спасибо за поздравления. В первую очередь сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения действительно отмечают первую годовщину после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, то есть в свой профессиональный праздник. Подходили мы планомерно, будем мы если брать в течение начала года, как мы вошли в состав Российской Федерации. Первоначальная ступень это была в том, что сотрудники ГИБДД перестроились в рамках законодательного поля, то есть это прошло, допустим, учебный процесс, он прошел нормально, прошли подготовку, программу и уже сотрудники стали действовать в рамках закона Российской Федерации. Значит, цели и задачи сотрудников ГИБДД, они такие же, как и на всей территории материковой части, это профилактика аварийности, уменьшение количества роста ДТП, ну и естественно, рост ДТП влечет за собой уменьшение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Значит, с начала года у нас наблюдался незначительный рост, но этому есть свои причины, потому что, если мы, допустим, вспомним прошлый год, и вы все, как участники дорожного движения, независимо от того, что водители, пассажиры либо пешеходы, вы замечаете обстановку, которая на проезжей части, да, если брать месяца февраль, март, апрель, май, июнь прошлого года, то на территории нашей республики движение транспорта не было таким большим, ввиду того, что у нас присутствовали наши добрые вежливые люди на дорогах, я имею ввиду, и Крым, первая Крымская весна, которая была, она отдала свои позитивные решения, ввиду того, что транспортный поток был не такой значительный, перестала к нам двигаться со стороны Украины. А коммуникация с материком, вот с Российской Федерации еще не была налажена? Ну, паром на переправах ходила, но никто не рассчитывал на такой поток транспорта, который будет с той стороны. Как говорится, на ошибках хочется, мы увидели о том, что это была проблема, и теперь основной транспортный поток у нас переключился с той стороны. Ну вот, получается, что работа ведомства не с нуля пришлось как бы налаживать, хотя многое сделано. А вот что касается материально-технической стороны, вот здесь никаких проблем нет? То, что касается материально-технической стороны, я сейчас скажу, что очень большое внимание Министерству внутренних дел Российской Федерации уделено Крыму. Значит, мы получили достаточное количество новых транспортных средств, мы получили достаточное количество нового обмундирования для личного состава, средств радиосвязи, то есть, еще раз повторю, что для Крыма очень большое внимание уделяется для обеспечения материально-технической базы. А что касается сотрудников? Вот если с машинами все удалось, как бы все проблемы решить, с кадрами проблем нет? Ну, с кадровой проблемой, я могу сказать, в чем возникла разница между Украиной и Россией, в том, что согласно украинскому законодательству у нас сотрудники ГАИ могли быть со средним образованием либо с техническим образованием, то в настоящий момент по российскому законодательству сотрудник Госавтоинспекции должен иметь высшее образование, ну, желательно юридическое для того, чтобы он мог выносить постановление привлекать к административной ответственности. Вот в этом поле дисбаланса, то есть, получилось, что та часть сотрудника, которая не имела этого образования, они отошли другие службы и первоначально возник вопрос с набором личного состава. Ну, на данный момент мы будем говорить о том, что практически полностью доукомплектован и работаем в штатном режиме. Но вот многие водители шутят, что, казалось бы, на дорогах работников ГИБДД стало больше, чем прежде. Значит ли это, что штат увеличился? Нет, штат не увеличился. Это значит, говорит о том, что наши водители, в рамках того, что изменилось законодательное поле, больше стали замечать сотрудников ГИБДД о том, что им меньше нарушать дорожную обстановку и правила дорожного движения. Вот вы сказали, отвечая на один из первых вопросов, о том, что проблема с коммуникацией в Крыму, так сказать, известную роль сыграла в решении многих проблем, с которыми сталкивается ГИБДД. По поводу Керченского моста, который должен связать полуостров с материком, много сейчас разговоров идет. А вот по поводу трассы, которая может соединить Керченский полуостров с остальным Крымом, у вас какая информация? Ну, давайте вот сначала возьмем эту транспортную развязку, ту, которая у нас на данный момент существует. Все мы в какой-то мере двигались, допустим, в сторону Керчи. Проезжую часть мы видим в сторону Керчи. Это одна полоса в основном в одну сторону, другая в другую. И ввиду того, что на данный момент весь транспортный поток к нам заходит со стороны Керчи, естественно, само собой строительство моста, оно вызывает строительство новых коммуникаций. То есть есть проект, я, допустим, видел этот проект, строительство новой автодороги, которая будет соединять, допустим, мост и с Севастополем напрямую. Это будет идти дорога, минуя города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бокчисара и будет заходить на Севастополь. Ну, естественно, от новой дороги будут развязки идти в сторону этих же городов. Там предусматривается, значит, строительство дороги, строительство коммуникаций всех, строительство всех заездных, выездных карманов для того, чтобы этот транспортный поток пойдет по той стороне. То есть уже дорога будет соответствовать федеральному уровню. Дороги еще нет, но нагрузка на работников ГИБДД в связи с тем, что у нас в разгаре курортный сезон зримо увеличилась. Вот скажите, пожалуйста, именно в связи с тем, что курортный сезон находится в разгаре, ну, например, количество ДТП изменилось в худшую сторону? Ну, по количеству ДТП, допустим, если вот мы возьмем закончившийся июнь месяц, я могу сказать, что мы пришли с снижением по трем цифрам. Это по количеству дорожно-транспортных происшествий, по количеству погибших и по количеству пострадавших. Ввиду того, что транспортный поток сейчас в основном пошел работать от Керчи в сторону Симферополя, в сторону Ялты и Севастополя, будем говорить этот треугольник, то нами были пересмотрены дислокации, перестановка сил и средств, которая позволила сбить транспортный поток по нарушению правил дорожного движения. Вы все прекрасно знаете, что у нас в Насыпном есть пост с ГИБДД и пост с ГИБДД, который на посту перевал. Значит, там буквально, сейчас могу сказать, там 3-4 недели максимум на этих трассах начнет работать фото-видеофиксация. Ну, а нагрузка сама на дороге увеличилась? На нагрузке на дороге увеличилась. Какие вот самые проблемные участки в связи с увеличением нагрузки можно выделить здесь в Крыму? Самый проблемный участок, в первую очередь, это спаромные переправы по городу Керчи. Вы знаете, что весь транспортный поток, который сходит парома, он идет по центру города Керчи. То есть, у нас, естественно, акцентировалось внимание на город Керчи, потому что те участки дороги, где раньше не было никаких там дорожно-транспортных происшествий, оно сейчас начинает иногда совершаться от ДТП на этих участках. То есть, мы опять же говорим к тому, что мы передислоцировали наряды, то есть, акцентируем внимание на те участки. Проблемный участок у нас автодороги от Керчи, будем говорить, до Феодосии, это дорога, которая имеет одну полосу в одну сторону и в другую. И если вы ездили, помните, слева-справа практически нет обочины. Это не очень хорошая тенденция для этой дороги. Но, я насколько знаю, что буквально вот сейчас, где-то через неделю, выходит там порядка шести подрядчиков, которые будут ту дорогу, которая есть, привести в более-менее надлежащее состояние для того, чтобы она могла работать и пропускать большую способность транспорта. Сразу хочу акцентировать внимание на том, что оно будет принято решение. Значит, когда выйдут на тот участок дороги работать подрядчики, то транспорт у нас общественный будет идти как стол, а остальной транспорт мы будем вынуждены пускать в обход автодороги Симферополь-Керчь. Спасибо большое, уважаемый Анатолий Владимирович, за ваш компетентный комментарий. Еще раз разрешите поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Спасибо. Ну, а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова